Мы начинали наш урок с повторением, но для этого я вам приготовил краткозы. После того, как вы отгадаете все ключевые слова и найдете выделенные ключевые слова в каждой теме нашего урока. Продолжение следует... Продолжение следует... Среди разгарных чисел будет два ключевых слова, которые вы должны будете найти. Продолжение следует... 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 сегодня уроки мы с вами не только будем ставить опыты, но и доказывать их математически но для начала вам поделать эксперимент что произойдет с этой перекручной ошибкой и препятствия, которые находятся на траектории его движения что произойдет доходы, донусы, что произойдет? не ставим вопрос так, столкнулся по-другому распространению с физическим термином как называется? взаимодействие взаимодействие давайте продолжим дальше что произошло? произошло взаимодействие так а вот это взаимодействие какими законами мы можем подписать? законы Ньютона так, законы Ньютона давайте поделаем следующий опыт попробуем все-таки использовать законы Ньютона так, для этого мы ставим грудь на игрушечную машину все-таки нужно сделать увеличиваем маску автомобиля так, что, какая разница между двумя этими экспериментами что произошло? так, на какое обстояние препятствия от обменированности? на большее на большее зависит от массы так, Миша у нас сделал вопрос, что перемещение тела у нас уже дошло в связи с того, что тележка или маленькая машина увеличила массы значит, у нас используют законы Ньютона достаточно рассмотреть его действие законы Ньютона позволяют решать задачи направленные на кто подскажет? что-то это по по механике Ньютона что нужно делать? любого дела указать что? скорость 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 у нас равнодействующие силы указали то есть непосредственно скорость движения у нас есть также здесь у нас сила клиента сопернооправленных это у нас по закону Ньютона дальше у нас идет наверх Маша какая сила направлена? кто подскажет? Диана? неукругленно сила реакции опора то есть соответственно на тело в одной дистанции силы но в нашем опыте вот эти силы можно указать? нет нет почему? потому что взаимодействие какое? кратковременное 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 какое время? секунда меньше секунды то есть взаимодействие происходит кратковременное так то есть вот эту грузовую машинку в каждой стаковой плоскости вы можете остановить с помощью руки или ноги да? можно остановить? да совершенно верно можно остановить то есть скатер остановить это сделано а можно ли грузовик остановить? движущий такой же скорость как и этот грузовый очень большая масса поэтому для решения задачи использовать еще одну массу физической величины как импульс тела что же такое импульс тела? импульс тела это у нас физическая величина равна определенной массы на скорость но понятие импульса тела было введено в физико-французском рейтинг декартинг в 1596 году по 1650 году которое назвало это увеличено количеством движений я понимаю что во вселенной есть известное количество движений которые никогда не увеличились но не учались и таким образом есть тело приводит которое движение другое теряет столько своего движения сколько его сообщают с совершенно верно это у нас своими словами описал французский ученый Ренот Дейкальп давайте найти массы великолепных массы нет третья закон литона и не помню нет и не помню второе которое тоже тоже Ну там же массы нет. Это откорение тела. То есть откорение у нас зависит. Сила действует от нас, зависит от массы и откорения. Но по данной формулировке, которую я считал в этой массе, А, Н, Ф, А, М. Так, в кинематике нам известно, что ускорение у нас находится по формуле. Какой Маша? А равняется. Маша? Интересно. Динамика? Нет. Ускорение кинематики. Кинематика. Не динамика, а кинематика. Потому что В, 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 В на С. И с другой стороны, непосредственно, можем писать, что М, Ф, С равняется М на А. То есть, непосредственно, мы сейчас будем угодить математический, может сказать, импульс тела. Это короче промежуток времени. Выстраивая форму Н, Ф, О, , Ну и от сюда у нас, что получается? Какой же вал Baba S? Мы умножаем. Умножаем, делаем часть на t. Отсюда видно, что t равняется m на v на другое, и t равняется m v на другое. И, выражая величину, выделение массы, на скорость у нас получит форму t равняется m на v. Это у нас формула для расчета днекуса тела. Любая сетическая величина имеет свои собственные дни измерений. Ускорение у вас, Миша, каких единиц измеряется? Килограмм на метр в секунду. Метр в секунду в квадрате. Так, Диана, импульс тела каких единиц измеряется? Килограмм на метр в секунду. Третья единица? Килограмм на метр в секунду. Это у нас в минерах в квадрате. Скорее, килограмм на метр в секунду. Это у нас в минерах в квадрате. Дима-10 – второй эксперимент, который у нас проводится. Конечно, у нас целиком не получается, но у нас нет металлических шариков. Для этого воспользуюсь только видеокрутом данного опыта. Продолжение следует... 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 Как вы формулируете силы, которые действуют на душе и противоположные по направлению? То есть положим что-то так, у нас F, 1 равен минус F, ну можно сказать 2. Дальше по второму этапу ньютону можно расписать, что это тоже по ньютону. Там пишут, N на A вектор, так она по 5. Так, N, A, схема 9A равняется 2M. 2A. Так, ну опять-таки нам идем в форму, A равняется. Ньютон на C. Подставляем вот эту, вот нашу форму. Теперь получим N, V, ну у нас его владимир с владимиром. Ньютон на C, они минус N, V. Ньютон на C. Ньютон на C. Так, раскрываем скопки, да? Что у нас тут есть? N. Мы раскрываем скопки. N, V2, N, V1. Ньютон в сервисе I, N, V1. Н waiting, N, V1. Ньютон на CR. И группируем, у нас получается M1V1, M2V2, M1V1, M2V2, M2V2. В данном случае мы выявили закон сохранения импульса для упругого взаимодействия. То есть получается, как у нас показано было на видео, не только на видео, при игре в игре тоже происходит упругое столкновение. Так, это мы выявили закон сохранения импульса для упругого столкновения. Что же происходит при неупругом столкновении? Что значит неупругом? Тернатность какие? Мягкие. Значит, значит, что делать? Так, Яна, выключи, пожалуйста, форму для неупругого столкновения. Так, и пульт взаимодействия M1V2, M2V2, M2V2 равняется. Значит, если тела у нас неупругие, значит, после взаимодействия они движутся как? Как единое целое. Значит, их массы M1 плюс M2V2, M2V2. Значит, это у нас для неупругого столкновения. Это у нас для неупругого столкновения. И вот это для неупругого столкновения. Что это называется импульсом тела? Что называется импульсом тела? Что называется импульсом тела? Что называется импульсом тела? Импульсом тела взаимодействия равен импульсу после взаимодействия. А в каких условиях выполняется такой машин? Какие условия выполняется? Что называется импульсом тела? Ведь тела не действуют. Сторонние тела. Вреди тела в одну часть. Так, давайте посмотрим следующее видео, где вам предлагаю быть в роли автора задачи и непосредственно решить эту задачу. Называется битва. Проблема. 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 Ах! 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 Главное, зацелов. Задачиваем. Всё, это получается самый видеотраблем. Миклай. Майкл, это фильм, конечно, выдуманный, Майкл Аргел, который решил, условно говоря, помогать звукам. Это было, наверное, видео видно. И получается так, что после столкновения он стал самым счастливым звуком. Так, но для основной задачи вам нужны какие-то данные, да? С чего начнём? Можно дать скорость? Так, нужна скорость. На видео можно будет смотреть. Скорость какая? Одинаковая. Ну, одинаковая, может, это равномерная, да? Маша, в пример, что можно брать? Какой величине равенцит скорость? Значит, скорость ВК и скорость человека в данном случае одинаковая, да? Чем можно принимать при решении данной задачи? Шесть метров секунды, да? Так, шесть метров секунды. А почему не больше, почему не меньше? Потому что рекордная скорость, это примерно десять, сто методов. Это примерно десять и четыре. Ну, где-то десять методов четыре секунды, да? Ну, значит, где-то... Они быстрые уже, наверное? Сприттеры не являются? Нет. Значит, сколько возьмут? Средний. Средний, можно, к примеру. Ну, давайте возьмём, что это где-то... Шесть метров секунды. Так, а что же необходимо? Нужно узнать по массу быка и человека. Так, массу быка и человека. Совершенно верно. Средний человек, масса человека. Ну... Вет 90. Вет 90. Так, 90 килограмм. Так, а массу быка? Ну, сельские все жители, массу быка. А обычно какие быки бывают? С 80 килограмм. Ну, это самая откормленная вещь. Но, в данном случае, на видео видно было, что вот этот будет весить 500 килограмм. Так. Дальше. Чем же закончилось видео? Бык остановился. Так, бык остановился. Значит... Так. Бежитого алтурада. Конечно, классно. Хорошо. То, что алтурады. Значит, после взаимодействия, скажем, пока стало. Правда? Нулю. Так. А скорость человека, что может быть? Шести? А. Это шесть. Это шесть. Это шесть метров секунды. Это какая скорость? После столкновения. Это до столкновения. Это до столкновения. А после столкновения? Вместе. Так. Будем находить. Так. Записаны в тетради, в тракте условия задачи, которые, пожалуйста, необходимы для решения этой задачи. Вот. Чтобы... Тоже мне... У нас... Кому-то обречить. Кто первый раз захочет решение, кто первый, то он получится, кто-то у нас разрешает нам эту задачу. Заспели. Так. На дно. Масса. М. 1,2,5 кг. М. 300 кг. М. Масса. Человечман. Телнадцати килограмм. Скорость В1БК 6 метров в секунду и скорость человека примерно 6 метров в секунду. Скорость В1БК 8 метров в секунду. Скорость В1БК 8 метров в секунду. Спасибо. 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 Так, у нас Лена, работающая задача, пожалуйста, в доске, посмотрите, что у нас получилось, и попробую прогнозировать реальность вот этого дуэля между человеком, ну, условно говоря, и человеком. И ангел, ангел-человек, и быком. Давно у нас здесь, да? Так, что необходимо, что сделать? Ночи, скорость. Так, скорость, да, правильно, значит, скорость человека просит единодействия. Так, поясняющие системы нужны нам, нет? Можно сделать. Хорошо. Хорошо, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, пожалуйста. Вот, если скорость одинаковая стрелочка, одинаковая, да? Так. Так. Используем формулу закон сохранения импульса. Так. Кто-нибудь, может, в таком случае, что у них хватает? Что-нибудь хватает? Что-нибудь хватает? Направление движения. По оси какой они движения. Вот куда у нас вообще движение туда? Влево, вправо. И хвост Х. Так, основной такой, сохранения импульса. М1 плюс М2, равняется М1 в А2 в А2 в А3, плюс М2 в А2 в А2 в А2. Так как двигаются по оси Х, следовательно, знаки меняют на противоположную. Так как двигаются по оси Х, движется на 100. Человек не узнает, что у него появится знак Е. Так как двигаются по оси Х, движется на 100. Это скорость быка после ударов. Так как он остановился. На били углу то, что он остановился. Старый или на учетчик? Старый. Это тоже старый? Это тоже старый. Это непонятно, как бы импульс быка равняется импульсиону человека. Старый. Вычисляем, благодаря вам. Теперь нужно подставить. У нас рука с леста, скорость из леста. У нас рука с леста. У нас рука с леста. Масса 500 кг. Нет. Значит, нам в кино подказывают не в травоту. Так. Ладно. Присаживаемся. Видите, как замена изменилась у нас тоже человек. Это зависит от массы автомобиля и быка. Ну, масса автомобиля обычно где-то полторы тонны. Но машина получит незначительные деформации. А сколько времени, по вашему, делается взаимодействие с леста? Меньше секунды. Игорь. Так. Меньше секунды. Игорь. На целых одна секунда. Удар. Давай попробуем рассчитать силу удара. Какая-нибудь. Силу удара. Силу удара. Эй расклад. А в какой форме у нас хорошо делается? Ф равняется. М2. Скобка. М2. Так. Вот прям подсказывает. В1. В1. Плюс В2. Плюс В2. Ведемся на Т. Так. Миша сказал у нас. Примодействие. 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 Меньше одной секунды. То есть получается. Масса человека у нас 90. Получается у нас 6. Плюс скорость человека у нас получается 23. И девятый момент у нас 1. Так. То есть у нас. Выпуск. Считаем. Примодействие. Считаем в черныках. Считаем. Считаем. В 20 нею нею. Масса человека. Ладно. В примеру можно запихать. В 20 нею нею. В 30 верный тонн. Это большая ствол. Да. В 14 нею нею. В 14 нею нею. В 14 нею нею. В 14 нею. Значит, БК вообще кто остановил? Он же сам? Не всего он сам захотел остановиться, потому что в данном случае с такой силой, как сказать, взаимодействие для человека было, что он просто не смог бы остановить БК. Так, записываем домашнее задание. Домашнее задание, по разрусу 21. Упражнение 20. Вторая, четвертая задача. И по завершению урока я хочу узнать ваше мнение. Насколько вы узнали и поняли нашу тему. На обратной стороне кроссворда вам нужно будет рисовать смайлик. Смайлик рот на уши, значит, в тему понял. Смайлик с полоской вместо улыбки. Остались некоторые вопросы по теме. И смайлик унылой улыбкой вниз в вопросиках, значит, есть проблемы. Так, рисуем смайлик. Ну, может быть, побольше, наверное, переставляем. А потом ее издадим. Это у нас смайлик. Все, спасибо, доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова